Давайте, что касается событий в Украине. Первый вопрос, кто виноват? Я не возьму на себя ответственность сказать, кто виноват, и посоветовал бы то же самое делать многим обывателям, которые не знают какие-то особенности и нюансы этого конфликта военного. И политикой должны заниматься политики, военные должны заниматься своим делом. А что делать? Я бы посоветовал бы как гражданам России, так и гражданам Украины не поддаваться идеологическому воздействию с какой-либо стороны и не начинать друг друга ненавидеть. Лично у меня к украинцам очень теплые чувства. Я планировал и отдых в Украине в этом году, и ряд поездок в Украину, но, к сожалению, я не стал их осуществлять ввиду вот этой ситуации. Но к самим гражданам этой страны я отношусь очень уважительно. Это красивые люди, это работоспособные, это талантливые люди. И что греха таить, много значимых людей в нашей стране, в России. Это либо граждане Украины, либо те, кто родились в Украине. Поэтому я советую всем не давать использовать себя в качестве орудия идеологической или военной какой-либо борьбы. Радикальные силы есть, были, есть и будут всегда в любой стране. Даже самые-самые благополучные. Я во многих странах побывал, где-то даже пожил. Я знаю, что существуют радикальные силы, которые способны делать страшные вещи. Я надеюсь, что как можно скорее вся эта история закончится, и мы будем также дружить, любить друг друга и посещать наши страны. Как-то так. Я на все вопросы ответил. Ну, последний, чуть более конкретно хотелось бы, когда и чем. На ваш взгляд, это же, ну, то есть понятно, что хотелось бы, всем хотелось бы, чтобы все это закончилось. То есть, чуть больше конкретно, и на ваш взгляд, когда и чем все закончится. Ну, к сожалению, мой субъективный взгляд, то, что происходит в Украине, на мой взгляд, не подчиняется, по-другому скажу, то, что происходит в Украине, происходит не во благо народа Украины. И, к сожалению, регулируется, я подозреваю, силами, которые находятся далеко за пределами этой страны. Я надеюсь, я не могу сказать, когда это все закончится, потому что не я это все начинал, и я не участвую в этих, в этом конфликте. Но я выражаю надежду, что это закончится как можно скорее, и, безусловно, закончится все равно, рано или поздно, тем, что наши страны будут сотрудничать, будут общаться цивилизованно, демократически, ну, в первую очередь, потому что мы соседствуем, то есть, необходимо договариваться, рано или поздно все закончится переговорным процессом, конструктивным. Субтитры создавал DimaTorzok